Александр Высоцкий и канал Фитнес Про приветствуют вас. Цинк при занятии спорта. Цинк один из важнейших элементов для каждого человека. Он входит в состав сотни ферментов, белков, выполняющих защитные функции. Его содержание в организме невелико. Больше всего этого вещества находится в нервной, мышечной, костной тканях, а также в почках, печени и железах. Роль цинка для спортсменов. Чтобы нарастить внушительную мышечную массу, нередко прибегают к приему разнообразных пищевых добавок. Употребление цинка представляет собой важнейшее дополнение к рациону каждого человека. Его дефицит испытывают многие, но особенно остро, спортсмены. Большинство атлетов страдают от недостатка цинка, а без него невозможно добиться непрерывного и безопасного роста мышц. Какую биологическую роль выполняет цинк? Являясь компонентом ферментов, он влияет на обмен таких веществ, как жиры, углеводы, белки, имеют не последнее значение в равновесии кислотно-щелочного баланса. Осуществление окислительно-восстановительных процессов невозможно без этого микроэлемента. Цинк принимает участие в таком сложном процессе, как экспрессия генов. Будучи неотъемлемой частью расшифровки информации из молекул ДНК, микроэлемент неразрывно связан с внутриклеточным делением из-за программированной гибелью клеток. Цинк нужен для полноценного полового интеллектуального физического развития, поддержания общего тонуса и иммунной системы. Он воздействует на метаболизм ретинола, истинного витамина А и его производных, от которых зависит работа визуальных рецепторов. И если человек начинает плохо видеть в темноте, то это прежде всего может сигнализировать о недостатке цинка. От него зависит всасывание металлов. Если регулярно употреблять не менее 50 мг цинка, поглощение железа с медью будет подавлено. Женщинам рекомендуется потреблять примерно 8, а мужчинам 11 мг этого вещества в день. Каковы последствия цинковой недостаточности? Дефицит цинка сказывается на работе многих систем. К сожалению, диагностировать его крайне сложно. Симптомами недостаточности являются свойственные нарушению синтеза белков, стероидных гормонов иммунной системы, угревая сыпь, труднозаживающие и плохо затягивающиеся раны, утолщение и изменение цвета кожных покровов, появление растяжек, ломкость ногтей, выпадение волос, слабость в мышцах, диарея, постоянное чувство усталости, задержка в росте, физическом и половом воспитании. Дефицит макроэлемента может привести и к нарушению сексуальной функции, которая проявляется у представителей обоих полов. Может снизиться либидо, нарушится менструальный цикл, наблюдаться эректильная дисфункция. Нарушение в процессе сперматогенеза способно стать причиной бесплодия. На фоне нехватки цинка ослабевает иммунитет. Учитывая значение вещества для органов зрения, могут развиваться такие глазные заболевания, как макулярная дегенерация, близорукость и катаракта. Нередко наблюдается смена вкуса, аппетита, обоняние. Если все эти признаки наблюдаются одновременно, это свидетельствует о тяжелом дефиците цинка. Причины возникновения недостатка цинка Недостаточность может быть спровоцирована отсутствием богатой цинком продуктов. Недостаток может быть вызван заболеванием печени, поджелудочной железы, которое приводит к нарушению всасывания этого микроэлемента. Негативно на количестве цинка в организме сказывается злоупотребление алкогольными напитками. От цинковой недостаточности чаще всего страдают подростки и дети младшего возраста, женщины в период беременности и лактации. Сколько цинка требуется человеку? Суточная норма потребления этого микроэлемента зависит от возраста. Взрослому человеку необходимо примерно 40 мг. Подростку и ребенку вещество требуется в меньших количествах. Есть категория людей, употребляющих цинк в гораздо большей концентрации. К ним прежде всего относятся культуристы. Это обусловлено тем, что данный микроэлемент стимулирует рост мышечной массы, активно затрачивается во время тренировки, а следовательно должен восполняться. Получаемой вместе с пищей вещества недостаточно, поэтому каждый культурист должен принимать специальные комплексы и добавки. Источники цинка Растительные Орехи, зерновые, бобовые, тыквенные семечки, грибы, крупы, чеснок, капуста, спаржа, яблоки, груши, сливы, вишня, картофель, свекла, морковь и животные источники цинка. Говяжья печень, мясо, рыба, морепродукты, молоко, сыр, мясо птицы, яйца. Пишите свои вопросы в комментариях. Всем классных результатов. Подписывайтесь. Впереди много интересных роликов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok